По словам представителей Министерства сельского хозяйства, беспошлиный ввоз сахаросырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым. Подробности расскажу через пару мгновений. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8 800 5000 977. Итак, в министерстве объяснили, что Казахстан и Белоруссия импортируют в Россию дешевый сахар-сырец из третьих стран, при этом пользуются правом беспошлиного ввоза. Это ухудшает ситуацию не только в России, но и в целом на рынке стран ЕАЭС. Только в Российской Федерации, по данным Минсельхоза, с начала августа по сентябрь цена упала уже на 44%, что ведет к огромным потерям российских производителей, в том числе и ряда градообразующих предприятий. При этом еще в прошлом сезоне Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара – 6,2 миллиона тонн. Власти Египта предложили временно отменить въездные визы для туристов из России. Как сообщает Ассоциация туроператоров, сейчас россиянам необходимо этот документ оформлять по прилету и стоит въездная виза 25 долларов. Член Комитета по туризму и гражданской авиации Египетского законодательного собрания депутат Мухаммед Масуд сообщил, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом является приоритетной задачей для правительства страны. Ранее, напомню, Россия прекратила авиасообщение с Египтом. Это произошло в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании. Теперь о стоимости основных валют. Рубль снизил свои позиции по отношению к доллару. Официальный курс ЦБРФ на завтра – 57,66 руб. Рост составил 40 коп. Евро также прибавил в цене. Его стоимость вновь стремится к 70. 69,9 руб. дают за одну единицу европейской валюты. Это на 55 коп. больше предыдущего курса. Да и вообще, на всякий случай. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережение до 17% годовых. 8,805,977. Это все, что показалось мне наиболее заметным из мира финансов. Напоследок добавлю, с возрастом желание заработать переходит в желание сэкономить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова